Так, ну, у нас, значит, был глобус, потом у нас была Америка и главное событие, ну, теперь европейский континент. На мой взгляд, главным событием 2020 года в Европе, причем в самом центре этой самой Европы, если смотреть географически, была Великая Белорусская революция. Революция, которая началась еще летом, перед выборами, которая достигла своего, скажем так, драматического наивысшего накала в августе 2020 года, во время и сразу после президентских выборов, ну, и которая продолжается по сей день. Про Беларусь вы наверняка, наверняка все знаете. Выборы там проходили президентские 9 августа. Победа была абсолютно таким вот волонтаристским, наглым образом, с большинством 80, что ли, процентов, приписанная Александру Лукашенко. Это была стопроцентная фальсификация. На самом деле победила Светлана Тихановская, тоже, конечно, интересная история. Жена блогера, ну, практически домохозяйка, учительница английского языка, которая вдруг стала лидером революции и кумиром народных масс. Интереснейшая история, в общем, то, что происходит в Беларуси, это настоящая история с большой буквы. Это то, что будет во всех учебниках, это то, о чем будут сняты, я думаю, многие фильмы, написаны книги и научные книги, и романы, и все такое прочее. В общем, прекрасная, прекрасная история, которая, как я сказал, уже не завершилась, но я уверен, что завершится победой народа, но уже сейчас можно отдать должное белорусам за то, что они сделали. Я бы сказал, что главный результат белорусской революции на ее нынешней стадии – это то, что белорусы осознали себя нацией, то есть, ну, вот то, что по-английски называется «the birth of a nation», американцы любят этими терминами сыпать, «рождение нации». Вот в Беларуси это произошло в 2020 году в полной мере, то есть народ осознал себя единым целым с едиными и в высшей степени благородными ценностями, главное из которых, естественно, это свобода. Ну, это уже очень важно. Я бы сказал, что в любом случае это останется главным результатом белорусской революции. Осталось там дожать просто некоторые технические факторы, и я уверен, что белорусы это сделают. Ну и, помимо этого, можно сказать еще о некоторых реальных достижениях белорусского народа. Революция сама по себе необычная. Это революция нового типа. Революция беспартийная. Революция такая сетевая, горизонтальная. Революция, которую можно считать с одной стороны, естественно, политической, социальной, национальной, но она еще неожиданно оказалась и феминистической. Это революция с женским лицом, что удивительно и чего, по-моему, вообще никогда прежде в мировой истории не было. Думаю, что ученые, политологи, социальные антропологи и так далее еще долго будут исследовать этот феномен великой белорусской революции. Кроме этого, революция показала еще некоторые интересные вещи. Во-первых, она спровоцировала невероятный поток европейской и мировой солидарности. Ну, в первую очередь, европейской. То есть и соседние с Белоруссией страны, Литва, Латвия, Польша и страны более отдаленные, Германия, Британия, Америка, в конце концов, очень активно поддержали белорусский народ и политически, и просто какими-то народными выступлениями. И одновременно белорусская революция вскрыла еще одно обстоятельство, а именно бессилие путинской России. Это очень важно. То есть, если сравнить ситуацию 2020 года с ситуацией 2014 года, помните, как отреагировала Россия на похожую во многом революцию в Украине, то есть это аннексия Крыма, это интервенция в Восточную Украину, это максимально наглое, брутальное поведение. В Белоруссии этого не случилось. То есть, слава Богу, слава Богу, что у Путина хватило, не скажу совести, но скажем так, ума хотя бы, чтобы не залезть в Белоруссию. И хотя он поддержал Лукашенко, скажем так, морально и материально, Но главное, чего Лукашенко, я думаю, от Путина ждал, а именно силовой поддержки Россия, слава Богу, не оказала. В Белоруссии еще все впереди. Думаю, что диктатор обречен, и в 2021 году мы отпразднуем окончательную победу народа Белоруссии. Ну а пока, затаив дыхание, будем ждать счастливого окончания белорусской революционной драмы. Мы заботимся о вас, мы думаем о вас, мы думаем о том, чтобы если вдруг злые силы, а злые силы, в общем-то, не дремлют, Так вот, если эти злые силы вдруг отключат интернет, у вас останется телеграм-канал АРУ-ТВ. Раньше не было у нас такого чуда, как телеграм-канал, но мы решили воспользоваться опытом знаменитых телеграм-каналов из Белоруссии, Например, нехта и так далее, которые, можно сказать, всю страну подняли на дыбы и решили мы завести свой собственный телеграм-канал. Там будут все наши сюжеты, там будут актуальные оповещения о том, что происходит, какие новинки и прочее, прочее. Более того, там будет даже какой-то так называемый уникальный контент, которого вы на обычном АРУ-ТВ не увидите. Для того, чтобы оттовариться всей этой прорвой всего хорошего и интересного, вам нужно просто-напросто взять и подписаться на телеграм-канал. Как это делается, вы узнаете из описания, прямо под этим самым роликом. Буду очень рад. Дед Артем, АРУ-ТВ, про хижину тоже не забывайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.